Эта работа является продолжением серии работ, которые проводились в нашей группе в ЦНИЛе, а потом уже на кафедре, где я работаю. Мы проводили работы экспериментальные на опухоли у животных. В основном исследовали морфогенез опухоли, воздействие на опухоли различных концентраций озона. Мы смотрели, последняя работа была на культуру клеток злокачественных. Вот эта работа, которая сейчас представляется вашим вниманием, это не последняя работа. Она была в рамках общих исследований сделана, но мы о ней не докладывали. А сейчас я решила все-таки ее выставить, эти результаты, потому что они, я считаю, представляют большой интерес. И хотя эта работа, конечно, экспериментальная, но кое-что, не все работы по перевивке опухоли можно перенести в клинику. Потому что все-таки перевитые опухоли – это не настоящая злокачественная опухоль, которая развивается. Там вообще все другие механизмы развития, другие. А вот влияние на печень, зонервного раствора у животных, которые являются носителями опухоли, представляет интерес. Потому что печень является у нас уникальным органом гомеостаза, от которого зависят и пластические все процессы в организме. Потому что в печени у нас синтезируется практически все, что касается организма, особенно сыворотки, это и белки, и липиды, и углеводы. И прежде всего печень – это органы детоксикации. Поэтому очень важно знать ее состояние и у животных с опухолями, и у человека с опухолями. Потому что именно печень обеспечивает, она отравляется теми токсинами, которые появляются при развитии опухоли. Повреждается ее метаболизм, значит, повреждается все процессы, которые в ней происходят. И все методы коррекции вот этих состояний, они представляют, конечно, большой интерес. Наши эксперименты проводились. Пожалуйста, слайд следующий. Задачей данной работы было изучить ряд биохимических показателей печени животных с перевитой опухоли, саркома 45, и при использовании азонервно-физиологического раствора, нам нужно добавить, конечно. Почему так написано скромно, ряд биохимических показателей? Потому что мы, конечно, по возможности исследовали очень много. Мы исследовали белковые, липидные, углеводные обмены, различные биорегуляторы. Я просто в этой работе за неимение времени, время ограниченное, выставила немногие, которые, на мой взгляд, представляют интерес. Паша, следующий слайд, пожалуйста. Эксперименты проводились... Слайд, пожалуйста, следующий. Эксперименты проводились на белых беспородных крысах. 32 особи это были интактные животные, то есть без опухоли. И крысы-опухоленосители, которым перевивали саркома 45, опухоль. Я должна сразу сказать, что в данном эксперименте опухоль саркома 45 неметастазируемая. Поэтому печень не повреждается опухолью. Тем более нам было интересно смотреть неповрежденную опухолью ткань, как она себя ведет в этих условиях. Первая группа животных это 20 дней, которые живут с перевитой опухоли по 15 особей. И вторая группа 30-дневные животные с этой опухолью. И дальше третья-четвертая группа, соответственно, на 20-30 дней, на котором вводили озонированный физиологический раствор внутри брюшина и внутри опухоли. Для приготовления зонервно-физиологического раствора концентрация озона в газовой фазе для внутри брюшинного введения составляла 1,2 мг на литр, для введения в опухоль 3 мг на литр. И, соответственно, концентрация пересчитанной уже определенная в физиологическом растворе будет 120-140 мкг на литр и, соответственно, 550 мкг на литр. Обратите внимание, там мг на литр, а здесь уже микрограмм на литр. Следующий, пожалуйста, слайд. Дальше, какие методы использовались? Ну, мы взяли, прежде всего, конечно, оценку свободно-радикального окисления. Ну, без этого нельзя, поскольку мы вводим озон, и поэтому должны, как окислитель, мы должны оценить исходно статус, про антиоксидантный статус ткани, в данном случае печени, а потом уже с влиянием вот этого окислителя. Для этого мы исследовали, как стандартно мы всегда делаем, метод индуцированной биохимии лиминометра с использованием нашего Нижегородского аппарата биохимии лиминометра. Дальше мы измеряли уровни продуктов перекисного окисления липидов, первичных, диеновых, триеновых конюгатов, конечных продуктов оснований шифа. Ну, естественно, оценивали и антиоксидантную систему защиты, включая активность таких самых важных ферментов антиоксидантных, как СОД, супероксидисмутазы, каталазы и глюкозы-6-фосфатогидрогеназы. Этот фермент, он не совсем относится к антиоксидантам, но он поддерживает нормальный уровень глютатиона, а глютатион у нас поддерживает активность также важнейшего фермента, глютатион пероксидаза. Далее мы для оценки энергетического статуса измеряли количество АМФ, то есть аденозин монофосфата, АТФ-аденозин дифосфата, АТФ-аденозин трифосфата. Ну, как помните, все это макроэргические соединения, носители энергии. Ну и такие, как более редкие, которые клиницисты, может, не так у вас на слуху, это гоназин дифосфат и гоназин трифосфат. АТФ-аденозин трифосфат – это важнейшее макроэргическое соединение, от которого зависит весь метаболизм органа. А вот ГТФ, я хочу вам напомнить, когда-то биохимию все изучали, это уникальное макроэргическое соединение, которое обеспечивает нам пластические процессы, в частности, синтез белка. От него зависит синтез белка. Далее, естественно, наш энергетический статус зависит от углеводного обмена, и поэтому мы оценивали такие продукты углеводного обмена, как уровень лактата и перувата. Почему мы взяли лактат? Потому что известно, что рост злокачественной опухоли сопровождается закислением внутренней среды, поэтому нас интересовал лактат. И последнее, что, на мой взгляд, может быть, ну, по крайней мере, я никогда об этом не докладывала, только у нас были статьи, это измерение содержания таких соединений, как циклическое МФ и циклическое ГМФ. Что это такое? Это вторичные посредники, или в английской транскрипции это вторичные мессенджеры. Это соединения, которые передают сигналы гормонов и различных нейромодуляторов внутрь клетки. Ну, например, адреналин. Он у нас вырабатывается в очень низкой концентрации, он действует на специфический рецептор на клетке. С другой стороны этого рецептора находится фермента данилациклаза, она активируется, и из ЭТФ внутри клетки уже синтезируется циклический МФ. И циклического МФ будет в 100 раз больше, чем этого гормона. То есть сигнал усиливается внутрь клетки. И циклический МФ фасфолерирует некоторые белки, в частности ферменты. Эти ферменты начинают участвовать, запускают процессы метаболизма, то есть меняется функция этого органа. Вот циклическая МФ, она в основном гормоны не пептидной природы, а циклическая ГМФ гормоны пептидной природы. При этом очень интересно, если циклическая ГМФ усиливает пролиферацию клеток, а в данном случае нас это интересует, возможно ли пролиферация, а циклическая МФ сдерживает пролиферацию, поэтому нам интересно было и соотношение вот этих продуктов. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Ну вот результаты я вам уже показываю. Как-то мне тут. Стрелочка где? Стрелочка. Нет, назад верните, пожалуйста. Никто не знает, как стрелочка здесь работает? В середине? Ага. Вот у интактных животных это продукты перечесного окисления липидов, это диеновые, триеновые кунигаты. Дальше вот опухоленосители мы увидим животные с 20-дневной опухолью, как увеличивается у них содержание этих продуктов. Это уже 30-дневная опухоль. Это первичные продукты перекисного окисления липидов. Они нарастают. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. На этом слайде показано уже содержание конечных продуктов, оснований шифа, которые очень являются, как бы сказать, по-простому вредоносными, именно они разрушают мембраны клеток, нарушают весь метаболизм, структуру и функции клеток. Из интактных животных мы видим достоверно увеличивается на 20-дневные, и особенно на 30-дневные сроки. Следующий, пожалуйста. Что касается антиоксидантных ферментов. Если мы посмотрим на активность супероксид дисмутаза, мы видим, что она увеличивается. И у животных с 20-дневной опухолью, и с 30-дневной опухолью особенно. Но это, в общем-то, адаптационные процессы идут в организме, потому что, в принципе, печень не повреждена, печень пока здорова, в ней нет повреждений, и она начинает бороться с теми процессами, которые в ней начинают происходить под действием токсинов, идущих от опухоли. Но посмотрите, все-таки сбой в антиоксидантной системе происходит, потому что активность каталаза фермента снижается в 20-дневный срок. Вот видите, в 2 раза даже больше, и в 30-дневный еще больше снижается. А почему это плохо? Потому что супероксид дисмутаза, она у нас убирает супероксид анионрадикала и убирает таким образом, что образуется перекись водорода. А перекись водорода должна быть убрана каталазой, а она не убирается. И этот дисбаланс активности этих ферментов приводит к тому, что мы можем сказать, что антиоксидантная система нарушена. То же самое можем сказать и вот об этом последнем ферменте, глюкоза-6-фосфатогидрогеназа, которая, в общем, также, мы видим, что снижается, особенно у 30-дневных животных, это в 2 раза почти, это говорит о том, что глютатион не образуется восстановленный и не поддерживается активность важнейшего антиоксидантного фермента в печени, глютатион-пероксидаза. То есть мы видим, что полностью нарушен этот проантиоксидантный баланс у животных в печени, хотя, еще раз повторяю, опухоль в печени нет. Печень в этом плане здорова, только она как раз находится в процессе такой адаптации к тому, что у животных такие процессы происходят. Следующий, пожалуйста, слайд. Если мы будем говорить об энергетическом статусе, то особенно, конечно, это выражено на показателе ТФ. Мы видим, что по сравнению с интактными животными снижается достоверно, показатель ГТФ тоже снижается достоверно, но это говорит о том, что сбой происходит уже в образовании этих важнейших макрологических соединений. Почему это может происходить? Ну, это может происходить в связи с тем, что с процессами детоксикации в печени, поступающие в печень так сильно от злокачественной опухоли, они начинают, детоксикация происходит на уровне микросом в печени, и все это происходит с образованием свободных радикалов кислорода. И вот здесь будут нарушения, и второй этап вот как раз вот с тем, что нарушается процессом углеводного обмина. И аэробные, обычные стандартные аэробные реакции, которые нам дают много энергии, я напоминаю, одна молекула глюкоза дает нам 38 молекул ТФ, они нарушаются, и начинаются аэробные процессы. В этом случае окисление одной молекулы глюкозы, напоминаю, дает только две молекулы ТФ. Представляете, во сколько раз сразу уменьшается у нас энергетический статус этих клеток, и возможности этих клеток на те процессы, которые там идут. Пожалуйста, следующий слайд. И все это подтверждается тем, что как уменьшается, увеличивается количество у животных опухоленосителей лактата, особенно выражено, и перуата. Дальше, циклическая МФ, вот то вторичные мессенджеры, о которых я говорила. Следующий слайд, пожалуйста. Пожалуйста. Циклическая МФ. Вот мы видим у интактных животных уровень какой, опухоленосителей 20-дневные, вот 20-дневные и 30-дневные. Выше становится содержание этих соединений. Это говорит о том, что адаптации происходят. Это вторичные мессенджеры, они воспринимают различные сигналы, они усиливают работу ферментов, и печень пытается бороться с тем, что происходит в организме. Но прежде всего, конечно, за счет ферментных систем это борьба с различными токсичными соединениями. Процесс детоксикации усиливается. Циклическая МФ тоже самое, тоже мы видим. Отношения между ними увеличиваются. Но, в общем, оно недостоверно по сравнению с интактными, но все-таки так вот, особенно 20-й день, немножко увеличивается. Потому что поэтому здесь сказать что-то более интересного нельзя с точки зрения пролиферации. А вот после того, как мы вводим озон, мы вводим озон внутри брюшина и озонервно-физиологический раствор и внутри опухоли. И все это происходит в течение 5 дней, через день, по 1,5 мл озонервно-физиологического раствора. И на 6-й день животные, происходит их декапитация, и также, как и в первом случае, также забирается ткань печени и анализируем те продукты, которые мы анализировали дальше. Пожалуйста, вернитесь к результатам. Еще дальше. Ну, к началу результатов. Да, еще. Вот. Вот обратите внимание, значит, продукты, первичные продукты, по сравнению с 20-дневными и 30-дневными животными, как они начинают уменьшаться после введения озона. И через 2 животные, которым вводили озонные животные, это 20-дневные опухоли и 30-дневные опухоли. То есть, достоверные вот эти все отличия. То есть, это говорит о том, что, скорее всего, антиоксидантная система восстанавливается в этом случае. Следующий слайд, пожалуйста. И действительно, если мы посмотрим на активность ферментов, следующий слайд. Если мы посмотрим, да, основание шифра, то же самое, то же самое мы видим. И следующий слайд, активность, посмотрите, супероксид дисмутаза увеличивается достоверно в сравнении с интактными животными. Ну, в этом случае не увеличивается, но, в общем-то, и остается на том же уровне. Самое главное, что увеличивается активность каталаза, значит, восстанавливается баланс антиоксидантный, увеличивается активность вот этого второго, последнего фермента, восстанавливается активность третьего и очень важного антиоксидантного фермента, глутатионопероксидаза. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается восстановления бронтиоксидантного баланса, говорит о том, что восстанавливаются метаболические процессы, структура клеточных мембран и их функция. И об этом говорит накопление уже восстановления продуктов энергетических. Тут даже МФ уже появляется, достоверно увеличивается, ЭДФ достоверно увеличивается, ну и особенно, конечно, мы видим, что АТФ по сравнению с 20-дневными и 30-дневными тоже увеличивается, хотя, может быть, до нормы не доходит, но все-таки увеличивается. То же самое с ГТФ, то есть восстанавливается энергетический статус клетки. Это уже хорошо, то есть в печени, несмотря на то, что опухоль есть, но в печени уже восстанавливаются и пластические процессы, и, главное, процессы детоксикации. Значит, печень уже начинает помогать организму справиться вот с той ситуацией, которая у нее есть, потому что мы вводим и в опухоль, но про опухоль я сейчас не говорю, там у нас уже эти были работы, введение в опухоль, опухоль тоже разрушается, а именно вот состояние печени. Следующий, пожалуйста. То же самое мы видим и по продуктам углеводного обмена. Вот, правда, я не могу похвалиться, что лактат приходит к норме, но он, наверное, не должен пока приходить к норме, потому что, в общем-то, опухоль есть, она выдает нам лактат в ткань. Этот лактат поступает именно в печень, в печени, в реакцию глюконеогенеза, из этого лактата образуется глюкоза. Поэтому вот пока на этих сроках мы не видим снижения уровня лактата. Но переват снижается, переват снижается достоверно. То есть идет все-таки восстановление углеводного обмена. Следующий слайд, пожалуйста. И, наконец, циклическая МФ, что вот особенно, в общем-то, в этом плане важно, достоверно увеличивается и у животных на 20-дневные, особенно 30-дневные сроки. То же самое касается ГМФ, но самое интересное, о чем я говорила, это соотношение этих продуктов. Соотношение этих продуктов увеличивается, особенно вот у животных опухоленосителей 133 по сравнению с 83. Это говорит о том, что склонность к пролиферации в печени резко снижается. Это говорит о том, что вот поэтому, скорее всего, в печени и не развиваются, и метастазы туда не проникают. Но, скорее всего, поскольку печень обеспечивает всеми этими продуктами весь наш организм, можно говорить, что будет снижена способность к пролиферации во всем организме. То есть вот как раз эти такие механизмы, которые помогают в данном случае животным с перевитой опухоли, ну, если переносить все это на человека, вот эти важные процессы, которые происходят в печени. Еще раз подчеркивается, что печень уникальный орган, и одним из методов коррекции состояния, значит, структуры и функции печени, возможно, как раз использование озонервно-физиологического раствора, который помогает справиться с печенью и восстановить все ее функции детоксикации, особенно при наличии опухоли или при использовании противоопухолевой терапии, которая тоже, в общем-то, может губительно действовать на опухоль. Спасибо за внимание. Спасибо, Клава Моплан.